По прокачке, чтобы долго не тянуть кота за хвост, прокачав четырех персонажей в легионе, могу сказать следующее. Какие самые эффективные, на мой взгляд, способы прокачки персонажа на промежутке от 100 до 110 уровня? Проще всего фармить подземелья на 5 человек. То есть, там дается за прохождение случайного подземелья порядка 70 тысяч, 70-80 тысяч экспы. Плюс, естественно, убиваются мобы с боссами, за что тоже капает достаточно большое количество. Ну и, собственно, можно нафармить и какой-то там гир проходной, для того, чтобы более-менее комфортно качаться. То есть, если у вас есть, скажем, друзья, которые тоже качаются, проще сбить компанию человек 5 человек и заняться несколько вечеров там, не знаю, думаю, в такой полуказуальный, казуальный режим. Я думаю, что вполне реально за неделю прокачать персонажа просто на фарме подземелья на 5 человек. Второй способ, вернее, второй метод, это не забывать все-таки о квестах в зонах локациях открытого мира. Это, конечно, если вы больше играете соло, то стоит обратить внимание на этот способ. Почему? Потому что, ну, квесты идут достаточно бодро, а в конце каждой квестовой цепочки в локации дается квест на выполнение в данже. Тематическом, да, то есть, если это круто горе, то это логово Налториона, и там тоже дается приличное количество экспы и неплохая шмоточка. Вот, поэтому, если вы больше играете соло, то имеет смысл, заходя в игру, сразу логиниться в систему поиска группы и идти выполнять квесты. Я вот сейчас качал мейн, на котором я сейчас играю на Еврорилме, то получается порядка получаса, 25-30 минут ожидания. За это время можно выполнить, так, порядком квестов, вот, и, соответственно, дождаться в своей очереди. Потом прошли подземелья, если повезло, то можно с ребятами еще раз пройтись, если не повезло, опять выполняем квесты. Третий метод, который тоже не стоит упускать из виду, это прокачка экспы с помощью заданий в классовом оплоте. То есть, если у вас есть последователи, они у вас должны быть, даете им, то есть, приоритетными являются миссии на получение экспы последователями, да, вашими. То есть, даете задания, платим ресурсы гарнизона и вперед, ребята. Я в офлайн, а вы, значит, мне экспу качаете. Вот, это три, скажем так, три вещи, которые стоит делать для того, чтобы быстро прокачаться. Но первый, первый способ, это, конечно, данжен на пять лиц. Собственно, собственно, это все. А теперь по поводу того, что, собственно, является прокачка. Прокачка, на мой взгляд, в Легионе, это как-то совершенно элементарная и простая вещь. И за две недели неспешной игры вполне возможно вкачать 110 уровень, то есть, докачаться до капа. Будет ли этот кап, скажем так, означать, что вы добрались до какого-то там серьезного уровня, да? Нет. Потому что прокачка – это только начало. То есть, в Легионе система развития персонажа, она очень сильно усложнилась, на мой взгляд. Я сейчас объясню, почему. Такой небольшой экскурс делаю. А после этого все-таки то, что нужно делать, расскажу о том, что нужно делать после того, как вы получили кап. 110 уровень. Если брать, скажем так, второе дополнение, ну, активно я играть начал именно вот в эндгейме во времена Лича. Это дополнение, это Rough of the Lich King. Вот. А там все... Ну, прокачка была достаточно длительной, как по мне. У меня до 80 уровня я качался порядка двух с половиной месяцев. Ну, у меня был тогда совершенно казуальный режим игры, и быстрее не получалось. Что тогда было развитием персонажа в Warcraft? Все было очень просто. Вы качаетесь до левелкапа, а потом вы начинаете фармить обвес. То есть, ходите сначала в подземелье на пять человек, потом попадаете в рейды. В рейдах вы нафармливаете там шмотки, оружие, сетовый тир, если повезло. Потом выходит новый рейд, и вся эта карусель повторяется снова. Да, конечно, там можно было прокачивать и репутацию, и еще что-нибудь, но в принципе, вот, стержень состоял именно в этом. То есть, просто была одна плоскость развития персонажа, которая касалась именно обвеса, именно тех, то иммуниции, то есть тех доспехов, того оружия, которое вам нужно было для того, чтобы побеждать боссов. Естественно, что при выходе каждого нового дополнения, да и, в принципе, даже при выходе крупного контент-патча, все эти эпики превращались в тыкву, то есть они теряли актуальность, и надо было все это начинать по новой. А это игрокам, мягко говоря, надоело, да. То есть, вся, если брать, допустим, катаклизм, в чем его основной фейл, один из основных фейлов был, это в том, что игрокам, собственно, не предлагалось никакой другой альтернативы в плане развлечений, как рейды. То есть, если брать начало катаклизма. Где-то после того, как начали уходить игроки, активно уходить игроки, а это случилось уже весной 2011 года, после выхода, через буквально 3-4 месяца, народ массово начал валить оттуда, из игры. Это был, после пиков времен Лича, это был шок, да. А начали, Близзы начали думать. Ну, я думаю, что они думать-то начали еще раньше, но в патче 4.3, это патч, в котором вышла Душа Дракона, и в котором появилась система LFR, уже рейдов, поиска рейдов, вышли, Близзы запилили такую интересную штуку, как трансмагрификация. То есть, персонаж у нас получил некую косметическую плоскость для развития. Всем понятно, что возможность перекрашивать персонажа в другие цвета, оно как бы не слишком поможет в рейде, но, тем не менее, люди начали очень активно увлекаться этой косметикой. И эта косметика действительно стала для многих предметов предметом такого серьезного занятия фармом. То есть, фармили, в основном фармить приходилось и в рейдах, и в 5 ВПЛ, и в открытом мире. Вот, поэтому игроки получили большую возможность заняться, сделать так, чтобы их персонаж выделялся на общем плане. Еще одно, еще одно было, скажем, похожее, похожая косметика, была еще введена еще раньше, это когда, по-моему, во времена Лича, в этого дополнения начали рисовать много маунтов. То есть, до этого маунтов было не так много, они, собственно, и стоили достаточно дорого, но это вот еще один способ кастомизировать своего персонажа. Вот такие, как бы, в такие игрушки Близзы играли еще пару дополнений, потому что Пандарии серьезных изменений не было, именно в плане развития персонажа, ну, в плане кастомизации внешнего вида, или там расширения боевых возможностей. Но вот в Дреноре была сделана первая серьезная попытка сделать что-то, что-то такое, что действительно могло претендовать на новую плоскость, новую систему развития персонажа. Это гарнизон. Гарнизон, то есть попытка была, на мой взгляд, не слишком удачной, потому что, если вспомнить историю патчей, то 2-3 месяца хватало на то, чтобы прокачать гарнизоны всех последователей по максимуму, собрать там такую большую коллекцию из них, и, собственно, на этом все заканчивалось. То есть особо комбинаторикой там заниматься нельзя было, то есть разнообразия большого не было, каких-то удачных сетапов гарнизона. Что делали Близзы, к тому же еще очень сильно замкнули многие аспекты игры именно на гарнизон, то есть и сюжетная линия проходила через него, и весь крафт был завязан на гарнизон. Поэтому не слишком удачная реализация, но попытка такая состоялась. В Легионе персонаж стал развиваться сразу по нескольким плоскостям. Первое, это я уже говорил в прошлом ролике, это артефакты. Причем артефакты имеют, сами по себе имеют, скажем так, двойную кастомизацию. То есть его можно боевые характеристики прокачивать, а можно внешний вид открывать. То есть вот эти вот все внешние облики, которые есть, их тоже с помощью определенных действий, последовательностей, их можно открыть. То есть мы получаем весьма комплексную, потому что и довольно сложную в плане прокачки, не в плане какой-то там механик, философии и всего. В плане прокачки получаем такую довольно сложную систему. Почему? Потому что мы должны прокачать такой параметр знания артефакта, потом должны прокачать силу артефакта, потом мы должны нафармить, в принципе, те релики, релики, которые усиливают определенные характеристики. То есть тоже есть как бы бесовые вещи, есть не очень бесовые вещи. Мы должны выполнить кучу всяких там условий, чтобы получить внешний вид артефакта определенный, если нам понравился. То есть мы получили такую комплексную плоскость для развития, которую патча 7.2 расширят. Но кроме этого возникли еще несколько плоскостей, которые, может, они не так явны, но они тоже требуют серьезных затрат времени и сил. Если мы возьмем профессии, раньше они качались элементарно. Во времена Леча или Катаклизма я мог поставить персонажа 70-75 уровня в столице, купить ему кучу реагентов и накрафтить кучу всяких вещей и прокачать. То есть у меня крафтовые персонажи не покидали столи с месяцами, если вспоминать Катаклизм. Сейчас такого нет. То есть Близзы давно уже взяли курс на... То же крафт, на крафт все-таки надо не только деньги, а надо еще и время и силы. А в Легионе они вообще ввели квестовые цепочки. То есть их нельзя прокачать нормально, по максимуму, получить все рецепты или максимальное количество рецептов персонажу без необходимости... То есть, во-первых, это левел кап, во-вторых, это надо пройти несколько данжей, вот, выбить это все. То есть тут система тоже усложнилась. Если я хочу полноценного крафтера, мне надо основательно заняться персонажем. Если я хочу очень хорошего крафтера, то есть с трехзвездочными рецептами, мне надо серьезно заняться персонажем, потому что, ну, иначе не получить. Это вот, скажем так, такое тоже ограничение, еще одна плоскость развития. Еще один момент. Репутация. В принципе, нельзя сказать, что она имеет какое-то критическое значение. Но вот, допустим, репутация с помраченными, она довольно сильно гейтовала квестовый контент. То есть, надо было получить определенный уровень репутации, чтобы получить доступ к квестам. Сами квесты тоже имели значение. Но если вы хотите узнать цепочку, понять сюжет и все, в Сурамар попасть и, в общем, поиграть, попробовать этот контент, вам надо выполнить определенные условия. То есть, 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 вот, то, что касается персонажа, в легионе все стало достаточно сложно, потому что нельзя, как, там, 7-8 лет назад качнуть, потом пробежаться, потом пропровозили тебя по рейдам, или по героикам, ты нафармил гиро и получил возможность попасть уже дальше и идти в рейд. Сейчас без нормального артефакта, а еще лучше, без пары, еще пара легендарок надо, да, которые тоже каждый день, то есть, надо делать и задания посланника, и желательно мифики ходить за сундучками, за всем остальным. То есть, тоже надо обязательно это получить. Персонажи без легендарок, и персонажи с легендарками, с одним и тем же уровнем артефакта, это разные персонажи. Вот. То есть, резюмирую свой такой длинный монолог. Если вы хотите получить нормального, прокачанного персонажа, level cap 110 уровень, это только начало. И качнуть его можно достаточно быстро. А вот если вы развиваете персонажа с нуля, то тот же артефакт качнуть до максимума, ну, знаю, у меня ушло, по-моему, месяца два с половиной, чтобы просто уровень знания артефакта качнуть по максимуму, а вот сейчас у меня на мейне, на гоблине, ханте, там всего, по-моему, 45 или 44 уровень мейнспеха. То есть, там, в принципе, эти полпроцента они уже большой погоды не делают, но тем не менее. Вот. Так что, я даже думал нарисовать такую небольшую схемку, как и что стоит качать. Что стоит качать и что развивать, какая последовательность. Ну, не знаю. После патча 7.2, скорее всего, что-то поменяется, поэтому уже будет смысл делать именно для условий патча 7.2. Собственно, вот все, что я хотел сказать по прокачке персонажа. Наверное, на этом все. Там посмотрим, как это все дело будет 7.2. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...